Что ж, приветствую! Новый консервированный дайджест пожаловал. Кринж новости мы будем совмещать сегодня с интересными, чтобы хоть как-то уравновесить ход событий. И не забудьте подписаться на телеграм-канал и купить билет на наше мероприятие под названием «Не шурши в Москве и Питере, это важно!» Начнем с плохой новости. Netflix официально свалил из России. В компании это назвали завершающим этапом ухода с российского рынка, о чем объявили еще в марте. Теперь из VPN зайти довольно затруднительно, поэтому машем платочком и говорим с катертью дорога, но не расстраиваемся, ведь на поле боя выходит Николай Басков. Николай Басков заявил о планах открыть киностудию и снять ремейк в джазе только девушки. Но для начала он снимет историю об одном знаменитом певце. Это был классический певец. Кроме того, он был еще и разведчиком. Эдакий наш Мата Хари поделился деталями Басков о сюжете будущей киноленты. Помимо этого, в творческих планах нашего мистера Золотая Чаша снять отечественный ремейк голливудского фильма «В джазе только девушки», в котором, помимо него, будут участвовать Олеся Судзиловская и Филипп Киркоров. Басков отметил, что в его киноленте будут присутствовать откровенные сцены. Причем, ну вроде бы мы уже получали по морде спортивным ремейком под названием «Спорте только девушки». И вот еще держите. Ну то есть, вы поняли, Судзиловская наша новая Мерлин Монро, а Басков с Киркоровым Тони Кертис и Джек Лемон, соответственно. Без столики иронии скажу, что Басков и Киркоров умеют кривляться и поясничать на камеру. Но что-то мне подсказывает, что все скатится в безидейную, пошлую, кротескную комедию, коей нельзя было назвать оригинальный фильм. Будет шляпа. Скриньте. Закрыли Макдональдс, не беда. Макдональдс подала в Роспатент заявки на новое название. Среди вариантов «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса» и «Только так». Как-то так. Перед вами только что произошел верх креатива. Словарь рандома высыпали и рады. Причем в народных опросах, телеграм-канальщике, везде побеждал вариант «Макдак». Но американцы запатентовали это название еще год назад. Поэтому «Весело и вкусно». Кстати, на последнее название уже и домен зарегистрировали. Предлагаю вариант «Жуй и пистуй, кандидат от народа». Также, по мнению ненадежных инсайдеров, из меню уйдут «Биг Мак», «Биг Тести», «Мак Флурри Делюкс» со вкусом клубники, шоколада и салата «Цезарь». Ну ладно, салат. Это можно пережить. Но вот уход «Биг Тести» уже походит на национальную трагедию уровня ухода «Биггер» из «Киев Си». Также поговаривают о том, что более никакого хэппи-мила не будет. Мак лишится фирменных цветов, формы станут чёрными, ну иными словами «Жуй и пиздуй». Хотя вот без доли иронии говорю, что я б захавал бургер с аджикой, запивая чёрноголовкой. Согласитесь, экзотично. Открытие ожидается 12 июня. Фудблогеры уже потирают ручки. Так, ну а теперь супер короткий тизер нашей короткометражки «Вкусите». Ну, вы поняли, да? Шуршать не надо. 8 июня в Москве, в кинотеатре «Октябрь». И 9 июня в Санкт-Петербурге, в торговом центре «Охта-мол» в сети кинотеатров «Кароа». Мы вместе с Егором Мефисто мутим творческий вечер. Уже как 4 года мы с вами не виделись, и теперь у нас наконец-то будет полноценная сходка. И у нас будет в начале выступление, песни, затем посмотрим нашу комедийную хоррор-короткометражку. Обязательно пообщаемся с вами, пофоткаемся. В общем, должно быть круто. К слову, сама работа суперэкспериментальная и никакого отношения ни к Ютубу, ни к трэш-обзорам не имеет. Посему и в открытую сеть выкладывать мы не планируем. А если показы пройдут удачно, и мы, и ребята из «Кароа» получат фидбэк, то можем покататься и в других городах. Только, пожалуйста, пишите варианты ваших городов в комментариях. Нам нужны фавориты. Очень надеемся, что все пройдет гладко и безумно ждем вас. Сейчас поддержки от вас нуждаются все. Как и мы, да и, собственно, и кинотеатрам занести денежку. Дело благое, на самом деле. Сами понимаете, дела нынче не очень. Ссылки на все билеты в описании, на всех показах. Мы будем присутствовать лично и ждать вас с распростертыми объятиями. Не шуршите. Гаечка замужем, у нее 42 мухомыши. Главная новость месяца, которая умудрилась всем поджечь пердаки. Пердаков было много. На Disney Plus вышло полнометражное продолжение мультсериала о спасателях. И, как оказалось, после финала мультсериала Гаечка не выбрала ни одного из брундуков, она вышла замуж за муху вжиха и даже родила ему много детей. Как минимум 42. И больше всего меня поразил уровень хайпа этой новости. Новостные СМИ серьезным пассажем рассказывают об этой неурядице. И люди прям злятся. Злятся в комментариях и соцсетях. Как так? Мы шиперили Гаечку с кем угодно. Хоть с рокфором, хоть с собой. Гаечка позвоним мне. Однако очевидно, что авторы сделали толстенный троллинг, чтобы поджечь вам пердаки. Удивительно, что у них это сработало. Как в принципе и весь фильм-мультфильм, это очаровательная и забавная чепуха. Очень милая, знаете, такая местами едкая сатира про мультгероев, которых Голливуд списал в утиль. В крайний раз такую попытку я помню в Луни Тюн снова в деле. А за камбэк в такую окологолливудскую сатиру огромный создательным респект. Тут разнос полный. Начиная рокфором, страдающим с сырной зависимостью, читая алкогольные. И заканчивая разжиревшим и постаревшим Питером Пеном, который был вынужден стать мафиози. Видимо, ни одного у меня он раньше бесил. Проехались и по страшному Сонику, и по Беовульфу. Фильм создан для того, чтобы каждые две минуты вы расплывались в ностальгической улыбке от миллиарда камео и гикоцилок. Даже кролика Роджера завезли. У них даже есть Добби в рекламной компании Гуччи. Добби. От Гуччи. Сюжет банальный. Чип с Дейлом больше не друзья. Они все такие разные, но все равно они вместе. Так еще и супер безликой напарницей человеком, которая ощутилась в фильме, будто только по расовой квоте. Фильм строится на миллиарде отсылок. И это одновременно прекрасно, одновременно страшно, что мы становимся заложниками эксплуатации ностальгии. Но лучше так, чем стерильная чушь уровня Соника в кино или Пикачу. Сойдет. Давай. Дисней потеряли права на первую книгу Алана Милна о Винни-Пухе. И, собственно, далее все пошло в сумасшедший разнос. В настоящее время готовится проект под названием «Винни-Пух. Кровь и мед». И он находится на стадии постпродакшена. То есть британцы превратили историю о приключении Кристофера Робина и его приятеля Пуха в самый настоящий хоррор. И это даже не шутка. Герои предстанут в образе жестоких убийц со свиными бошками, которые впадают в безумие после того, как их друг Кристофер Робин бросает их. Кстати, здесь и не обошлось без современных повесток. Кристофер Робин теперь у нас, значит, девушка. Авторские права – вещь удивительная. Никогда не знаешь, как ушлые кинематографисты могут подсвутиться и насрать детям в штанишки. Но я уверен, фильм будет полный кал. Зато знаете, что не кал? Новый сезон «Очень странных дел». У меня аж три седых волоса выросло, пока я дожидался четвертый сезон. Уже все актеры вымахали в здоровых дилтофин «Вулфхард». И вовсе уже выглядит, как тот странный парень в метро, которому не хочешь подходить, потому что от него воняет. Это просто какой-то сумасшедший угар. Так долго тянуть и ожидания того стоили. Братья-даферы выжили каждую секунду из длительного производства и каждый цент из бюджета и вырулили мощный красивый блокбастер. И после каждой серии вот реально сжимаешься в кресло. Говорить об этом сериале без спойлеров очень сложно, учитывая, что нам еще вторую часть только 1 июля ожидать. И только уже потом можно будет составить полное мнение, поэтому сильно разглагольствовать не буду. Правда, Хоппер выжил довольно тривиальным и тупым способом. Но это так, мы просто нытьё. В остальном круто и пишите, как вам продолжение в комментариях. А вот крутым нельзя назвать сериал про Оби-Ван от Disney+. Первые две серии безумно скучные и тягомотные вывозят только за счет отсылок к трилогии приквелов. За ностальгию и многочисленные камео, конечно, спасибо, но долго на отважной тяге не продержаться. В остальном сериал выглядит очень серо и стерильно. Примерно выглядит, как тот продукт, о котором вы забудете через пару дней после просмотра. В общем, типичный Disney и ждем дальнейшего развития. Собственно, опять же, если вас сериал зацепил, то пишите в комментариях, интересно ваше мнение. Что ж, теперь по классике насчет новостей канала. Вы заметили, что видосов в последнее время стало меньше, но на то есть причины. Все упирается в дела коммерческие, а именно проблемы с рекламой, монетизацией, вернее, ее отсутствие и прочь сопутствующий хлам. Поэтому вынужден объявить, что в ближайшие месяца канал будет, знаете, находиться в таком эконом-режиме. А именно, будет больше старых кино или мульта мыл со закадровым голосом в старом формате. Меньше творчества скетчей и прочих дорогих приколов. В общем, времена нынче не самые забавные, поэтому возвращаемся к более дешевому, более ламповому формату. Надеюсь, это вам зайдет, по крайней мере алфагом точно. Но вы всегда можете поддержать канал. А именно, купить билет на Нешурши, если вы находитесь, конечно же, в Москве или Питере. Ссылка в описании, это важно. Или оформить подписочку на Бусти, где есть и ранний доступ к видео и записи стримов. Кстати, стримим мы по вечерам пятницы. Смотрим разные дурацкие шоу, весело проводим время. Стримы есть как и тут, так и на Твиче. Ссылка на наше гнездо кайфа есть также в описании. Также, если вы хотите больше контента в штатном режиме, продолжает выходить ЧАК ТВ. Это такое мое шоу для канала Дважды Два. Очень милые и ламповые, где мы смотрим крутые фильмы. Я их комментирую как и до просмотра, так и после, рассказываю об их создании. Уже в это воскресенье, в 23.25, мы будем смотреть фильм тупой, еще тупее. А дальше у нас и лего фильм, в общем, много чего интересного. Поэтому каждое воскресенье 23.25 канал Дважды Два. А записи выпусков выходят на YouTube канале Дважды Два Медиа. Ссылка также есть в описании. Ждем вас. Там у нас круто, мило, четко. Также я посмел себе завести канал на Дзене, плюс, разумеется, мой телеграм-канал Телечак. Обязательно подписывайтесь на тележечку, там всякие инсайдики и прочие интересные мысли. Ну а теперь, собственно, пора закругляться. И главное помнить, что в тяжелые времена главное сохранять ментальный оптимизм настолько, насколько ситуация позволяет. В общем, все будет хорошо и иначе никак. Спасибо огромное, что остаетесь на связи всех, целую всех, обнимаю, подписывайтесь на канал, на все соцсети. Я вас безумно люблю. И Москва и Питер увидимся с вами уже совсем скоро. Не шуршите. Вы там шуршите или нет, а? Не шуршать! Продолжение следует...